Мангазея златокипящая. История Мангазеи. Мангазею построили безбашенность и расчет. К концу XVI века в Заполярье набежало много разных людишек. Они пробирались на судах вдоль побережья Баренцева моря до пролива Карские ворота. Волоком тащились через полуостров Ямал, где и ныне блеща тихими водами озера мертвых русских, и попадали в Обскую губу. Они спасались от податей, судов и долгов, прятали награбленное или искали выгоды там, где соболеешь то снегов, а царевых казначей в днем с огнем не сыскать. Город Мангазея стал самой северной дьюти-фри на планете. К тому же отсюда через Ледовитый океан можно было выйти на европейские рынки, жадные до мягкого золота. В обход казны шел гигантский пушной трафик. Обуздать и направить его в государе в карман Борис Годунов в 1600 году отправил войско князя Михаила Шаховского. Эта экспедиция была тут же разгромленной народцами, а князя подранили стрелой. Власти подозревали, что побить царского посланника местным самоедам помогали русские, которые надеялись и дальше промышлять в этих краях бесконтрольно. Однако князей у государя было много, и каждому подавая соболиную шубу. На следующий год покорять Мангазею послали другого вельможу, князя Василия Масальского, с отрядом в 200 вооруженных до зубов воинов. Они выполнили царский приказ отыскать места лучшего, которое бы угодно крепкой водяно или сно, и впредь бы в том месте городу стоять было мощно. И всякие торговые люди с товары того острогу не обходили ни которыми дорогами, ни которыми делы. Деревянный Мангазейский острог выстроили на высоком берегу большой реки Таз, на руинах прежнего незаконного поселения. С двух сторон его защищали притоки Таза, а с тыла прикрывали непролазные леса и гиблое болото, дорогу через которое знали только собаки и олени местных жителей. Парусно-весельные кочи ходили по огромным сибирским рекам и в Ледовитом океане. Этот тип судна придумали поморы. Котчами управляли команды от 10 до 40 человек. Судно имело яйцеобразную форму корпуса, поэтому льды, смыкаясь, не ломали его, а выдавливали на поверхность. Через три с лишним века археологи с трудом поверят, что великолепный архитектурный ансамбль Мангазеи, достойный лучших образцов мирового зодчества, смог вырасти из вечной мерзлоты Заполярье. Пять башен острого и стройные колокольни церквей крестами пропороли низкое северное небо, предупреждая небесного всадника Мирсусне-Хума, что посадки не будет. Под копыты его лося здесь уже никто не положит серебряные блюда. Кроме крепости выстроили 200 домов, гостиный двор на 20 торговых лавок, две приказных избы, винный подвал, хлебные, соляные и пороховые магазины и два десятка зимовий для стрелецких гарнизонов, таможенных застав и сборщиков ЕСАКО. Самый северный город российского государства контролировал пространство в тысячи верст и приносил в казну гигантские прибыли. В год до ста тысяч одних только драгоценных соболиных шкурок, а были еще лисьи, куньи, песцовые, бобровые, горностаевые, беличьи. Богатство красноукрашенной, златокипящей и благословенной Мангазеи, соболиного клондайка и песцового Багдада, нужно было защищать от местных инородцев, которые не хотели платить ЕСАК и от своих же буйных промысловиков, которые привыкли жить по закону тайги. Из-за строга во все края Гэдаана и Ямала воеводы рассылали отъезжие караулы, охотников за нарушителями царских указов о торговле пушниной. Речной путь в Мангазею контролировали таможни в Тобольске и Березове, но по ледовитому океану через Обскую губу кочи поморов-контрабандистов и бриги англичан, обшаривающих Саполярье в поисках северных сокровищ, проскальзывали на ТАСС, минуя таможни. Поэтому в 1619 году царь напрочь запретил морской путь и пригрозил смертной казнью поморам, которые покажут иностранцам проход в устье Аби. Жару поддавали и монгазейские воеводы, которые порой вместо того, чтобы контролировать фарт, сами бросались за ним в погоню. Серьезное разрушение городу принесла ссора воевод Григория Кокорева и Андрея Палицына. Старшие и младшие воеводы с самого начала не взлюбили друг друга. Потребовали везти их в Мангазею на разных кочах, отказались жить в одном воеводском доме, отгрохали себе отдельные терема на московский лад и беспрестанно строчили кляузы друг на друга. А в 1630 году они развязали настоящую войну. В город с караваном Кочи прибыли брат и племянник Палицына. Кокорев устроил у них обыск и обнаружил контрабандное вино. Возмущенный младший воевода Палицын поднял посадских жителей против старшего воеводы, и Кокорев с частью войска закрылся в Остроге. Палицын держал Острог в осаде несколько месяцев. Кокорев ежедневно палил из пушек и разбомбил половину домов посада. Мангазейская смута тянулась два года. Людей за это время было убито немного, но огромные территории остались без должного управления. Сцепившихся воевод растащили власти. Палицына для профилактики ненадолго заключили под домашний арест в Москве, а потом отправили воеводить на другие земли. А Кокорев верховодил в Мангазее еще год. Вот в таких ярких страстях и пронеслась короткая история Мангазея. Города буйных, азартных и предприимчивых. За 70 лет все вино было выпито, а весь зверь в окрестностях выбит. Содержать Острог государство оказалось теперь в убыток, и в 1672 году на Енисеи торжественно заложили новую Мангазею, нынешний город Туруханск. А старая Мангазея к началу XVIII века осталась без жителей, и ее заброшенные бревенчатые башни под низкими тучами потихоньку погрузились в безысходное болото Заполярья. Субтитры создавал DimaTorzok